девчат всем привет сейчас очень коротко расскажу как новичку включиться в работу в рекрутинг сейчас очень много приходит новичков команду очень много и приходит на такой прям на таком энтузиазме что вот надо работать нужны деньги есть планы там все 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 да и никак не могут включиться то есть вроде бы все понимают вроде бы все человек понимает вроде бы все он смотрит и человек совсем согласен, включиться не может. Не знаю, что происходит у людей. Конечно, нужно со своими тараканами воевать, дрессировать их и так далее. Но смотрите, вот человек приходит когда, и мы ему даем сначала суть проекта посмотреть. Кто-то смотрит эту суть проекта буквально тут же сразу и говорит, все, я готов, я все понял, все, давайте, что делать дальше. У кого-то это растягивается на день, на два, на три. Ну, опять же, все зависит от того, насколько человек загружен. Мы же все разные. Кто-то работает, кто-то работает сменами и так далее, и так далее. Домашнюю работу никто не отменял. И человек еще, когда приходит, он еще не может сразу понять, насколько это важно. То есть он хочет зарабатывать деньги, но это, может быть, не особо важно для него пока. Он еще не понимает, насколько это важно, насколько это круто, насколько большие возможности открываются. И вот, например, если мы даем смотреть вебинары истории успеха, то, конечно, эти вебинары, они как мотивационные идут. То есть надо смотреть, надо смотреть все, что мы даем, все, что мы скидываем с чаты, потому что мы все люди разные, и люди приходят тоже разные. И, например, если приходит девочка какая-нибудь, которая там работает поваром, то ее может не замотивировать совершенно историю успеха девочки, которая, допустим, там была бухгалтером, допустим. Она будет смотреть эти истории до тех пор, пока она не найдет историю успеха бухгалтера и именно такой девочки, как она, и тогда замотивируется. То есть рекомендуется, конечно, давать своим новичкам знакомиться, и давать своим новичкам ребят, чтобы вы смотрели те истории успеха, которые именно тоже люди вашей профессии достигли. То есть такие же люди, как вы, чтобы вы понимали, что это не повезло, это не какие-то личные качества, нет, это все развивается, было бы желание, самое главное желание, опять же, смотря, зачем вы сюда пришли. Если вы сюда пришли зарабатывать 15-20 тысяч, то это не к нам, это работа по найму, зачем вам эта вся головная боль нужна, абсолютно не нужна она вам. Сюда нужно, знаете, приходить с намерением не менее 100 тысяч рублей в месяц, не меньше, потому что иначе смысл, какой вот это все, все эти телодвижения делать, когда человек приходит и не понимает, что ну зачем, ну я 15-20 заработаю, и все, и мне достаточно. То есть нет, зачем это все делать, для чего это все развивать. Потому что это настолько круто, и вот эти 100 тысяч, то есть минимальный должен быть план, 100 тысяч рублей в месяц, минимальный. Дальше уже по желанию, там уже пойдет пассивный доход, дальше уже можно работать, можно не работать, но это другая история, абсолютно другая история. Вот смотрите, человек приходит и не может включиться. Даем мы вебинары смотреть, которые по работе уже, по рекрутингу. Человек все понимает, человек все смотрит, да-да-да, все хорошо, да, все замечательно, все абсолютно правильно, и все, и бездействует. Все эти вебинары даются для того, чтобы действовать, чтобы ты посмотрела вебинар, пошла работать, чтобы ты посмотрела вебинар, начала делать то, что там рассказывается в этом вебинаре. Иначе смысла тоже опять же нет, потому что вся наша работа это рекрутинг, наша работа это реклама, понимаете, реклама. Мы должны как можно большее количество людей оповестить, рассказать им о работе, как мы это делаем. Сейчас я очень коротко расскажу, как я это делаю, как это нужно делать. Вот смотрите, вы приходите, надо сразу создавать странички. Ну буквально там первые несколько видео вы посмотрели, вступительные такие. Потом дальше у нас идет работа, и у нас работа и обучение идет параллельно. То есть если мы будем сначала учиться год, два, три, потом приступать к работе, это очень долгий результат. Он, конечно, будет, наверное, если вы будете работать, да будет он, он будет очень долго. Это растянется на непонятное количество времени. Поэтому вы приходите, сразу же у своего спонсора вам дает, как делать странички. Мы делаем странички. Как минимум нужно делать пять страничек. Это как минимум, это для начала. Это для того, чтобы охватить как можно большее количество людей, оповестить их о возможностях заработка законного и честного в интернете. У вас есть страничка одна, как правило, в той соцсети, в которой вы пришли. Может быть в разных соцсетях, это замечательно просто. Я, допустим, работаю в одноклассниках. Я могу в одноклассниках вам помочь. Если вы хотите в какой-то другой соцсети работать, да без проблем. Есть у нас обучение для партнеров бесплатное по любой соцсети, без проблем. Но просто когда вы приходите в одноклассниках, и есть у вас там эта страничка, и вам проще там начать работать, дальше вы уже будете смотреть сами. Смотрите, этот метод, он очень простой, и он действенный, и он работает, этот метод. Единственное, что нужно этим методом поработать, ну, как минимум, каталог. То есть вот начать и 21 день поработать. Как говорят, что привычка вырабатывается за 21 день. Да, если у вас результата за 21 день не будет, тогда уже будем разговаривать, что делать дальше, и как это все исправлять. Потому что результаты есть, и это все работает, и это все из собственного опыта. Вот смотрите. Вы приходите, и сразу смотрите несколько вебинаров. Опять же, как я говорю, все зависит от того, кто-то смотрит их неделю, целый каталог, потому что нет времени, отодвигает, 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 отодвигает. Кто-то смотрит эти несколько вебинаров буквально сразу, и все, и приступаем к работе. У каждого разное свое время, временные рамки разные. Сразу же начинаем делать странички. То есть кому не дали еще ссылочку на сайт, где можно брать странички, как это все делать, пишите своим спонсорам, пишите мне, я буду давать. Будем давать вам. Делаем как минимум 5 страничек. Одна страничка в день в Одноклассниках. Регистрируем одну страничку, на следующий день вторую, потом третью, потом четвертую, потом пятую. Минимум 5. При этом ваша страничка, которая вот у вас уже есть, она будет называться брендовой. Она будет считаться брендовой. Личный бренд это тоже очень хорошо. Его надо развивать с первых дней, но это отдельная тема для разговора. И личный бренд, его нужно какое-то время развивать, чтобы потом пошли пассивные регистрации. Понимаете, его надо развивать. Вот, смотрите. Делайте 5 страничек. Начинайте работать с 5 страничек. Когда вы сделали пятую страничку, на следующий день заходите уже на первую. И как это все делать, как оформлять странички, я вам тоже дам. Все это мы вам даем, все это прям пошагово. То есть на этом мы не будем останавливаться. Я сейчас самую суть расскажу. Делаем 5 страничек, потом мы со временем начинаем делать больше. Вот у меня, допустим, 30. Почему 30? Сейчас расскажу, почему именно 30. Потому что сейчас в данный момент в одноклассниках можно приглашать за раз 100 человек. Одновременно, ну за один раз. Но для этого нужно, чтобы эта страничка отдохнула дней 5, не меньше. То есть ты пригласил 100 человек, и 5 дней ты не приглашаешь. То есть ты можешь на этой страничке делать все другие действия. Писать первые сообщения, проводить собеседование. Но приглашать дней 5 не надо, нельзя, не дадут. Поэтому 30 страничек. То есть я работаю на первых 5, на следующий день на вторых 5, потом на третьих 5 и так далее. Пока я работаю уже 25 страничек, у меня отдыхают, я работаю на последних с 26 по 30. Потом я опять возвращаюсь на первую пятую и так далее. Помимо этого, естественно, я пишу ответы на плюсики, и провожу собеседование, и захожу на те странички, где человек мне должен отправить данные свои для регистрации и так далее. Вот смотрите, делаем 5 страничек. По страничке в день не надо больше делать, потому что могут заморозить, потому что отслеживают с одного IP-адреса и так далее. Заходим на первую страничку и начинаем приглашать людей. Пока 5 страничек у нас. Сначала начинаем, приглашаем, допустим, 15 человек. Каждую страничку ставим какой-то город, какой-то нормальный большой город. Москва, Питер я не беру, допустим, а там Новосибирск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород, Тюмень. Неважно, какой-то большой город. Сначала просто приглашаем продавашек. То есть нам нужно на страничку набрать людей, которые продавашки, как мы их называем. Это те люди, которые массаж, ногти, такси, мебель, ресторан, кафе, шарики, торты, СП, детские праздники, цветы. Все, что угодно. Все, что угодно, те люди, которые работают в интернете. Сейчас таких людей очень много. Как правило, у этих людей очень много друзей. Я сейчас расскажу, для чего нам эти люди нужны. Эти люди тоже очень активно добавляются в друзья, потому что им тоже нужны друзья. Они набирают много друзей, потому что они работают в интернете, и им нужна реклама. Они точно так же рекламируют. То есть мы не будем ставить на их заметки классы, а остальные люди заходят и ставят. Таким образом, их информация разлетается по интернету, так же, как и наша. Нам нужно на каждую страничку набрать не меньше 100 друзей. Чем больше у вас друзей будет набираться, тем активнее будут люди добавляться. То есть первые, например, вы приглашаете 15 человек, у вас могут добавиться 3-4. Дальше, когда уже 3-4 есть, вы опять приглашаете, допустим, 20. То есть сначала 15, на второй день можно пригласить 20, потом опять 20. То есть понемножечку, чтобы набрать 100 человек. Между делом вы будете делать каждый день еще новые странички. Но 5 у вас будут уже в работе. То есть вы первое время, каждый день заходим на эти 5 страничек по очереди и производим там очень простые действия. Сначала мы набираем друзей. Сделали 5 страничек. Заходим на следующий день на первую страничку. Набираем, там приглашаем 15 человек. Потом на вторую 15, на третью 15. Можно 10 начать. Даже лучше будет, чтобы не сильно активничать. Все. Пригласили по 10 человек. Закрыли странички. И сделали, например, шестую. На следующий день зашли и точно так же пригласили. По 10 человек продавашек. Значит, почистили ленту свою. Все это я расскажу. У меня есть это все. Ролик у меня есть, как вести личный бренд. Там я рассказываю, как чистить ленту надо. Опять пригласили на следующий день по 10 человек. И сделали седьмую страничку. Потом на следующий день опять, можно уже по 15, сделали восьмую страничку. И так далее. То есть эти 5 раскручиваются, а следующие странички мы делаем. То есть нам нужно много страничек. Как определить, какое количество страничек вам нужно? Значит, смотрите. Все зависит от того, сколько у вас будет времени для работы. Не менее 3 часов в день нужно рекрутировать. Меньше это уже не катит. Вообще не катит. И уже работы не будет. И смысла вообще ни в чем не будет. Не меньше 3 часов в день. График свободный. То есть вы можете час утром, час в обед, час вечером. Либо час вечером. Ой, вернее, 3 часа вечером. То есть как у вас будет время. Но тратить на рекрутинг нужно не менее 3 часов. Сначала у вас будет это. Вы будете очень мало действий делать за это время. Потому что у вас не будет опыта. Со временем опыт будет приходить. Почему именно 3 часа? Ну, это оптимально. Не меньше 3 часов. Кто-то больше работает. Вот смотрите. Значит, зашли, пригласили. Вы набрали на 5 страничек на своих по 100 продаваших. Все. Вот есть 100, где-то больше немножко. И вы начинаете на эти странички приглашать людей, которые простые люди. Обычные люди. Совершенно обычные. С этих городов, на каких у вас есть странички. Например, там Красноярск, Иркутск, Омск, Новосибирск. Там, допустим, Барнаул. Ну, к примеру. Это я так. Сами выбираете, какие города. Вот. Что вы делаете? Вы на этих страничках, когда вы уже пригласили продаваших, вы на своих брендовых страничках ставите какие-то постики. То есть вы параллельно развиваете личный бренд. Что такое личный бренд? Вы рассказываете о своей жизни. Вы не пишите там, что я в Арифлейм, все ко мне. Ну, никто, конечно, не пойдет. То есть для этого нужны результаты какие-то. Пока результатов нет, вы просто о себе рассказываете. Как вы живете? Как ваша личная жизнь проходит? Может, какой-то праздник. Может, мы в лес сходили. Может, еще что-то. Нет возможности такой. Ладно, не надо. Просто делаем что? У каждого есть фотографии. Мы просто на брендовой страничке ставим личную фотографию и пишем к этой фотографии какую-то красивую фразу. Вот есть у вас какие-то фразы красивые? Бывает, что вы просто хоп и выставили картинку с этой фразой. Не делайте так. Ставьте свое фото и к этому фото пишите какую-то умную мысль или какую-то фразу, если вы не можете пока писать посты сами. Понимаете? Вот хотя бы так. Это будет ваше фото. И под этим фото будет какая-то умная мысль, которая вам понравилась. Почему нет? Но это будет уже личный бренд. Что вы делаете дальше? Вы заходите на свою рабочую страничку. Со своей рабочей странички вы должны передружиться со своим брендом. Личный бренд. Обязательно. Вы со своей рабочей странички заходите к себе, когда у вас уже есть 100 продавашек. Вы заходите к себе на свою брендовую страничку. И вот этот постик, который вы поставили, например, постик. Последние 2-3 постика. Что вы делаете? Вы не ставите на них класс. А там есть стрелочка «Поделиться». Вы нажимаете на эту стрелочку, и там есть такое «Дополнить своим текстом». Вы нажимаете «Дополнить своим текстом». И к этому своему постику пишите какой-то текст о работе. Любой. Тексты мы вам дадим. Вы их просто будете редактировать под себя. Все. Там как-то буквы менять, там что-то еще, что-то добавлять, что-то убирать. Что вам больше в душе. Понимаете? То есть это реклама, это предложение работы. Первое время, пока странички еще не сильно раскручены, пока там друзей еще не очень много, вы просто делаете вот это действие. То есть вы заходите с рабочей странички к себе на свою личную-брендовую. Вы нажимаете стрелочку под своим постиком «Поделиться». Конечно, фотографии должны быть приличные, сами понимаете, потому что мы ассоциируемся как бизнес-леди, как бизнес, мы развиваем личный бизнес, поэтому мы должны нормально выглядеть. То есть смешно, красиво, весело, но, естественно, не пошло и не допускаются там никакие бикини, допустим, там бокалы, рюмки, стаканы и так далее. То есть это все понятно. Вы заходите к себе на брендовую страничку, нажимаете на свой постик «Поделиться», в смысле на стрелочку, нажимаете на строчку «Дополнить своим текстом», дополняете своим текстом и внизу ставите «Поделиться». Когда вы вернетесь на свою брендовую страничку, у вас где оценки, вот этот постик должен стоять в двух экземплярах. Сейчас расскажу, почему в двух. Потом вы закрываете свою брендовую страничку, вот вы с рабочей зашли, друзья к себе на брендовую, вы возвращаетесь к себе опять просто на свою рабочую, нажимаете на свое имя, фамилию, и там выходит ваша лента. Ваша лента, которую люди видят со стороны. Там вы нажимаете на крестик и удаляете всех, кто к вам добавился в друзья. То есть там должны быть только вы. Есть такие люди, вот заходишь к нему, а у него даже, ты не знаешь, чем человек дышит, чем живет, потому что у него друзья, друзья, друзья. Крутишь ленту вниз, а он все в друзья добавлял. Это все нужно убирать. То есть там вот добавились к вам три человека в друзья, например, четыре, на крестик нажали, убрали, убрали, убрали. То есть ленту надо чистить свою. У вас там должны быть только вы. Все эти крестики убираете, где кто к вам в друзья добавился, убираете. Продавашек пока убираете. И вы там, вот этот вот ваш постик, который вы поставили с текстом, вы его там увидите. И вы на этот же постик ставите класс. То есть получается, что когда вы вернетесь на свою брендовую страничку, у вас там будет в оценках стоять этот постик два раза. Один раз вы поделились, один раз вы поставили класс. Класс. Обязательно. Класс ставим для того, когда мы ставим класс на свой постик, все наши друзья, все наши продавашки это видят. И друзья продавашек это видят. Понимаете, в чем дело? Вот в чем дело. Наша заметка с нашей фотографией, с нашим предложением о работе полетела по интернету. Все. Очень многие люди будут туда заходить, ставить классы просто. Может им понравится умная мысль, может им понравится предложение о работе. Они могут не поставить вам плюсики, что да, да, напиши мне, ответь мне про работу. Нет, но они поставят класс. Они поставят, может поделиться. И таким образом ваша информация полетит по интернету. Люди все, которые будут заходить на вашу страничку, они все увидят это предложение о работе. Понятно, да? Вот этот момент понятен. Когда у нас появилось на страничке сто друзей продавашек, мы начинаем с этого города, на который заявлена наша страничка, мы начинаем приглашать простых людей. То есть мы нажимаем на лупу, заходим, выбираем возрастную категорию людей, выбираем женщину, допустим, я работаю с женщинами, выбираем возрастную категорию, какую вы хотите. Вы там определяетесь сами, с кем вам будет комфортнее работать, с какими людьми, ближе к своему возрасту, конечно. Ну, кто как. Выбираете город, по которому вы будете работать, и выбираете сейчас на сайте. И начинаете приглашать людей, которые в данный момент на сайте, и которые вам понравились их фотографии. Все. 100 человек подряд, склад, 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 наклад, все. Так? Все. И вы уходите с этой. То есть вы провели на страничке работу определенную. И так на каждой страничке. Так на каждой страничке вы делаете. Если вы можете обработать 5 страничек в день, то вы умножаете это на 6. Почему? Потому что, как я уже сказала, 100 человек можно приглашать на одной страничке, в том случае, если страничка будет стоять 5 дней. Не приглашать на ней. Понятно? Вот у меня 30. Если вы можете обработать 6 страничек, то вы делаете тогда 6 на 6. Да, 36. 7 и так далее. Понимаете? И так далее. То есть это оптимальный вариант, который позволит рассказать многим-многим-многим людям о том, что вы предлагаете, что вы можете им помочь начать зарабатывать, научить и так далее. Вот это называется реклама. Как люди увидят нашу рекламу, если мы не будем вот это им доносить до них? Ну как они это увидят? Никак. Абсолютно. Есть еще один метод. Точно так же. Когда у вас уже страничка более-менее раскрученная, когда на ней уже будет там 150, допустим, 200 друзей. Вы вот эту заметочку, которую вы поделились, то есть вы дополнили своим текстом. Вы поставили на нее класс. Вы делаете что? Клацаете на эту заметочку. Она открывается. И наверху справа будет скобочка такая вниз. Вы на нее нажимаете, там есть редактировать. Вы нажимаете на это редактировать и прокручиваете вниз. Там у вас идет 6 строчек оранжевых. Что вы можете здесь сделать? И самая нижняя строчка справа. Отметить друзей. Вы нажимаете отметить друзей и отмечаете 10 человек. Продавашек. У вас выходит список друзей, вы просто клацаете там торты, опять там еще кто-то еще. 10 человек вы таким образом отмечаете. То есть вы отмечаете не на картинке, а вы получаете отмечаете в этой заметке. То есть это тоже один из способов, как мы можем оповестить людей. Все друзья этого человека увидят вот эту, которую вы ответили, увидят вот эту вот заметку. Вот называется реклама. То есть мы рекламируем бизнес. Мы рекламируем бизнес возможностей. Мы не продвигаем продукцию. Есть люди, которые приходят именно на продукцию. Есть люди, которые любят продавать. Но мы рекламируем. Наша задача рассказать как можно большему количеству людей о нашем предложении. Не расскажем мы, расскажут другие. Все. В принципе работа несложная. Правда? Никто вас в полбу не ударит. Никто с экрана не вылезет и не скажет там вот ты там такая-сякая. Нет. Вот такая работа. Ну что-то монотонная работа. Может быть нудная работа. Но ее надо делать. Мы должны людям рассказывать. Мы не можем выйти на площадь и взять рупор и начать кричать, толпу собрать и рассказать. Да, это тоже метод. Если вы можете таким методом работать, почему бы нет, да? Мы работаем таким. Вот в данный момент я работаю таким. Дальше смотрите. Когда вы в следу... Вот вы пригласили по 100 человек на каждой страничке. Вы начинаете с первой странички. Вы заходите на страничку. У вас там уже люди есть в друзьях. Вы этим людям пишите первые сообщения. Все эти шаблончики, все это мы вам дадим. Кто-то работает не шаблонами, кто-то работает шаблонами. Но опять же вы должны определиться, как вы это будете делать. Пока вы сами не начнете это делать, вы не поймете. Если у человека работают, допустим, шаблоны, у вас они могут не сработать. Если человек работает, например, не шаблонами, сам пишет, у вас тоже это может не сработать. То есть у вас должна быть собственная система работы. И вы никогда ее не выработаете, эту систему, если не начнете делать это сами. Сами, понимаете? То есть вы пробуете так, вы пробуете так. Этот текст работает, этот не работает. Все. Все это мы поможем, все это спонсор вам даст. Но вам нужно делать. Просто начать и начать делать, понимаете? Как только вы начнете делать и вы поработаете таким методом 21 день, поверьте, результаты будут и регистрации у вас будут. Но это нужно начать делать. Это нужно начать делать прямо сейчас. Вы берете это видео, вы его открываете, вы его ставите на паузу. Делаете на паузу, делаете на паузу. То есть все, что рассказала, все прямо пошагово, начинаете делать. Договорились? У кого нет какой-то информации, пишите. Пишите спонсорам, мы вам всю эту информацию дадим. Но вы пишите. Я готова, я начинаю. Все. Тем, кому дали уже эту информацию, девочки, давайте, начинаем работать. Лето очень хорошее время. Летом приходят самые активные партнеры. Я вам желаю всего хорошего. Я думаю, что я понятно объяснила, понятно рассказала. Если какие-то вопросы будут, пишите. Будем в личку с вами обсуждать то, что было непонятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.